Привет, девчонки! Это Маша. В этом видео мы делаем очень теплый, тематический осенний дизайн ногтей. Украсим ногти уютным фетровым принтом в клеточку. Сегодня мы работаем на гейлаках Майонейл. Я подобрала на Интершарме несколько красивых осенних цветов, которые, конечно же, сейчас вам покажу. Клетка, причем не простая, а что-то типа фетровая или кашемировая. Короче, с тепленькой шерстяной текстуркой. Кому-то под шарфик, кому-то под пальтишко. Ненавязчивый приятный вариант на каждый день. К тому же, работа быстрая и легкая. Все, как вы любите. Но сначала покажу лачки. Как я уже говорила, у нас сегодня дизайн на гейлаках Майонейл из Евросерии. На эту серию обзор уже был, но на пастельные цвета. Цвета из этого видео отличаются по текстуре. Сейчас все покажу и скажу номера цветов, так как в Инстаграм уже спрашивали и особенно всем понравился вот этот винный. Хотя лично у меня он ассоциируется с Чурчхеллой. Один в один. Это номер 333. Цвет хороший, но слегка полупрозрачный. На ногти нужно три слоя, так же, как и красивая кораллово-красная эмаль номер 328. Далее два коричневых. Неплотный коричневый номер 336, что-то типа темного камуфляжа. И симпатичный глиняный цвет номер 365. Этот, кстати, довольно плотный. У него крупный пигмент, который заметно зернил в процессе нанесения, но под топом этого практически незаметно. Я хочу подчеркнуть, что это бюджетные гейлаки. И стоит ли к ним сильно придираться? Кстати, насчет бюджетности. Вы заметили, что флаконы пластиковые, кроме 334? Кстати, этот цвет просто потрясающий. Плотный, с меленьким шиммером и очень красивый. Вопросов к качеству нету. Самый крутой из моих новинок. Паре с ним я сейчас показываю номер 321 нежно-розовый с таким же шиммером. Не самый плотный, но в три слоя хороший тон получить можно. Теперь дизайн. На обезжиренные ногти наносим rubber-базу My Nail. Сушим и наносим 333 номер на ногти, на которых дизайна не будет. Как я говорила в обзоре, в три слоя. Под дизайн сделаем два тоненьких слоя 321. Даже если будет присутствовать минимальная неравномерность или неплотность тона, на двух слоях ничего страшного. В данном дизайне, на данном этапе преимущественно не допустить излишней толщины. А неравномерность тона видно не будет. Все просушиваем. Далее на средний и безымянный очень тоненько натираем топ. У меня rubber-топ от My Nail. И посыпаем это дело флоком. Топ будет впитывать флок. И если топ нанесен тонко, он не впитает лишнего, а мы сможем избежать излишнего объема. Посыпаем до тех пор, пока поверхность не будет равномерно шершавой. Перед тем, как отправлять сушку любой удобной для вас кисточкой, примните торчки по периметру. И уберите флок из-под кутикулы и боковых валиков, иначе перекрытие топом превратится в сущий многослойный ад. В общем, флок просушиваем, а после сушки можно смахнуть излишки. Для рисования нам понадобится два цвета. My Nail номер 333 и 336. Гель-лаки нужны не плотные, идеально, если с омалевой текстурой. Если ваши гель-лаки плотные, их нужно немножко подразбавить базой или топом. Мне ничего разбавлять не нужно. Узор клетки, естественно, на ваше усмотрение. Но для такой мохнатенькой текстуры и не слишком контрастного сочетания цветов, я бы советовала сделать принт довольно крупным и без большого количества элементов, чтобы рисунок был четким и понятным. Для начала нарисуем основные широкие линии крест-накрест. Рисую 336 номером, не очень толсто, как бы втирая гель-лак в пушистую текстуру флока. Через минутку гель-лак сам распределяется как надо, подчеркивая пушистость фона. Тон становится мохнато-неравномерным, а контур обретает легкую растрепанность. Просушиваем и практически сухой кистью натираем пересечение тонких бордовых линий. На кисти не должно быть капли, иначе на такую ворсистую поверхность она просто упадет и растечется такой же бесформенной мохнатой кляксой. А нам нужна тонкая, пусть и рваная, но аккуратная линия. Так что набираем по чуть-чуть гель-лака и чертим полосочку. Можно делать промежуточные просушки, смотря на сколько сильно растекается гель-лак, которым вы работаете, и на сколько четкая полосочка вам нужна. Добавим небольшой промежуточный этап. Смешаем бордовый и коричневый в что-то среднее. И этим цветом оттеним пересечение больших коричневых линий. И по желанию можно кое-где подчеркнуть их контур. Все сушим. Ну и конечно же топ. Дизайн естественно в два слоя. Первый слой натираем достаточно тонко. И перед сушкой можно добавить немного объема и подровнять рельеф. После сушки доравниваем все, что не доравнялось. И если бы мы не прикладили ворсинки по периметру, сейчас было бы сложнее. А так все просто. Я предпочла оставить вот так скромненько, но при желании это можно разнообразить щепоткой страз или сделать какой-то ноготь со втиркой-блесточками. Короче, на ваше усмотрение. Покажите ваши дизайны в этой технике в инстаграм, по хэштегу Маша Креет, в нашей группе ВКонтакте или Фейсбук. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Ставьте лайк, если это так. Интересующие вас вопросы задавайте в комментариях под видео. Подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в других соцсетях. А с вами была я, Маша. До скорого! Продолжение следует...